Принципиально общая схема пароснабжения промышленного предприятия включает несколько основных элементов, гарантирующих надежное и эффективное обеспечение паром всех потребителей внутри предприятия. В такой системе, примерно 95% случаев, обязательно существует следующее. Первое. Крупный источник водоснабжения. Откуда поступает вода в котельную предприятию? Второе. Котельная, которая выполняет функцию подготовки воды с требуемыми параметрами, преобразуя ее в пар. Третье. Система паропроводов и паровых распределительных гребенок, которые обеспечивают доставку пара до потребителей. Четвертое. Редуцирование давления. После прохождения котельной пар проходит через узел редуцирования давления или используется редукционный клапан, который позволяет снизить давление до необходимого уровня для передачи пара внутри предприятия. Пятое. Это потребители пара. Каждый потребитель может иметь отличающиеся требования по качеству пара и поэтому важно обеспечить доставку пара с нужными параметрами. К слову, транспортировка пара при повышенном давлении экономически обоснована. Большое давление, меньше удельный объем. Ну и шестое. Что это? Возврат конденсата. Идеальной ситуацией является возврат конденсата обратно в котельную, что позволяет эффективно использовать тепловую энергию и минимизировать потери. 5% на сегодняшний день лишь незначительное количество предприятий используют альтернативный метод и получают пар непосредственно из трубопровода от более крупного парового источника. Ну, например, ТЭЦ или кому-то там более крупному предприятию прикомандированное. В большинстве случаев используется вода, которая подвергается обработке в котельной и превращается в пар. Напомним, что важным элементом в системе пароснабжения является трубопроводная сеть, через которую пар доставляется от котельной к потребителям. При проектировании сети учитываются гидравлические параметры, принципы теплопередачи, падения давления и другие технические аспекты. Также необходимо предусмотреть возможность регулировки подачи пара каждому из потребителей с целью оптимизации расходов, ресурсов и сохранения рабочего состояния используемого технологического оборудования. Для обеспечения безопасности системы пароснабжения на предприятиях используются различные меры, включая систему диспетчерского контроля и аварийной защиты. Насчет диспетчерского контроля обращайтесь в нашу компанию. Система автоматизации это как раз новинки, которые мы развиваем. Кроме того, при проектировании схемы пароснабжения промышленного предприятия принимается во внимание экономическая эффективность. Оптимальное использование ресурсов и энергии позволяет снизить затраты на производство и повысить конкурентоспособность предприятия. Поэтому важным этапом является анализ и оптимизация схемы пароснабжения с учетом энергетической эффективности стоимости эксплуатации. Например, мы считали как-то, что небольшое предприятие, если поставить пароконденсатные системы, то может экономить до миллиона рублей в месяц на то, что возвращает конденсат обратно в котельную. Помните, система пароснабжения должна обеспечивать стабильную и, самое главное, безопасную подачу пара в соответствии с требуемыми характеристиками и экономическими особенностями конкретного предприятия.